Другим темам Единая Россия начала подготовку законопроекта, который обяжет все партии проводить праймерис, внутренние предварительные выборы. Вице-спикер Госдумы Единоросс Олег Морозов заявил сегодня, что законопроект о праймерис будет внесен в Думу уже в сентябре. Обязательный праймерис это реакция Единой России на вчерашнее замечание премьера Владимира Путина. Он предложил обсудить с другими партиями, а не сделать ли, цитата, «такое голосование нормой для всех и внести изменения в закон». Конец цитаты. Оппозиция уже шокирована таким вмешательством, выступила резко против. Проведение праймерис потребует денег, главное неизвестно, как будет контролироваться исполнение обязательной процедуры. Морозов ограничился замечанием, что этим займутся органы, которые, цитирую, «обязаны надзирать за исполнением законодательства». А на возмущение оппозиции в Единой России сегодня парировали, мол, праймерис по карману всем партиям, а если мало денег, то собирайтесь, цитата, «в чистом поле». С нами в студии член Центра Сбиркома Елена Дубровина. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Не знаю, правильно ли будет сформулировать так вопрос, но насколько законна инициатива Единой России? Ну, наверное, я начну вот с того, что ровно 10 лет назад я руководила рабочей группой по подготовке закона о политических партиях. Поэтому вот в силу, скажем, деятельности связанной с деятельностью партии вообще политической, считаю себя вправе давать такие комментарии. Я полагаю, что в силу закона, а нормы закона я сейчас приведу. Во-первых, что касается Конституции, 30-я статья Конституции говорит, что свобода общественных объединений, к которым относятся и политические партии, гарантируется. Свобода деятельности. То есть они в основном сами определяют свои формы и методы деятельности, что, собственно говоря, воспроизводит восьмая статья закона о политических партиях. Партии свободного определения своей структуры, форм, методов деятельности. То есть незаконно. То есть незаконно Единая Россия сейчас поступает. Да. Исключением ограничений, предусмотренных в законе, в самом законе о политических партиях. То есть сейчас незаконно, но если поменять закон, то будет законно? Там серьезные ограничения. То есть политические партии не имеют права заниматься экстремистской деятельностью, политические партии... Лена, подождите минуточку. Значит, то, что сейчас Единая Россия выступает, это законно или нет? Основа. Что касается введения обязательного праймериса, как вы его называете, это предварительное голосование. Как называют введения Россия в общенародном фронте. Да, внутри партииное голосование. То, безусловно, оно может вводиться, как я представляю, самой партии. Самой партии. И есть к тому все основания. Потому что в законе, допустим, о выборах депутатов в Госдуму содержится норма, которая предусматривает, что партия в своем уставе определяет порядок формирования федеральных списков. В принципе, это вот то же самое. Откуда люди берутся, откуда они попадают в федеральный список? Откуда берутся потом депутаты? То есть, на съезде политической партии, члены партии обсуждают и для себя определяют оптимальный порядок. Это было. И это пока еще есть. Поэтому, как бы, введение, вот жесткое установление правила проведения премьериса представляется... Так, так, вот ключевой момент. Представляется, что это будет навязывание политической партии определенной схемы деятельности. Это не совсем верно, это не совсем правильно, потому что, еще раз скажу, партия, согласно закону и конституции, свободна в определении своих форм. Тогда в связи с этим... Но закон и конституцию нужно поменять, как нужно. Подожди, тогда в связи с этим... То есть, адвокатом дьявола работает в данном сюжете. Так, и вот к нам присоединяется уже второй наш гость. Который не смог укрепляться. Валентин Гефтер, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте и директор Института прав человека. Валентин Михайлович. Я только короткую реплику, Елен. Вы говорили все совершенно правильно. Это относится к внутреннепартийным структурам. А праймерис касается не структуры партии, как общественного объединения особого вида. Оно касается подготовки к выборам. Это должно иметь отношение к избирательному законодательству, а не к партийному строительству, как у нас принято говорить. Вот как бы вы парировали такой аргумент от дела? А вот и нет. Значит, что касается праймериса или предварительного внутрипартийного голосования, или вообще обсуждения, кто же в следующий парламент войдет от партии, это процедуры вне избирательного законодательства, вне избирательного процесса. Потому что этим заниматься, когда назначены уже выборы, некогда. И это не может регулироваться избирательным законодательством. Елена, тогда, каким образом сейчас оппозиция может оспорить инициативу Единой России, парламентского большинства, который уже в сентябре намеревается вынести законопроект на обсуждение и принять его? Каким? Быстренько. Согласно закону о политической партии. Нет, нет, нет. К этим выборам он все равно не будет иметь отношения. Это очевидно. К этим. То есть, вы уверены в этом? Нет, абсолютно. К этим выборам, конечно. Нет, подождите. После того, как выборы назначены, в избирательном законодательстве ничего не может быть внесено. Но дай бог, это не последний выбор, все-таки, тем не менее. Как можно действовать в этом позиции? Второе. Значит, согласно закону о политических партиях, статья 10, государство, государственные органы не вправе внедряться в деятельность политических партий, а политические партии в деятельность государства, это тоже относится к этому. Потому что, если Дума регулирует, то она регулирует уже деятельность партии. И тут не считаться с мнением партий нельзя. Это напрямую норма федерального закона. Что решения, принимаемые, решения, которые затрагивают интересы партии, принимаются с учетом их мнения. Поэтому, безусловно, должна быть дискуссия, должно быть... То есть они вот честно-таки все придут и скажут, как вы считаете, нужно ли обязать всех проводить праймери и тратить на это лишние деньги? Тем более, это не те самые праймери, с которыми, собственно, привыкли, например, в США, да, где это великолепно поставленное шоу, где в этом участвуют избиратели, там, да, смотрят, голосуют. Ну, тут шоу, конечно, наверное, не самое главное. Главное, чтобы... Одно и составляющие. Для меня, как для избирателей, это очень важно. Да, очень важно. Потому что мы обычно знаем только одного уже представителя, которого, наоборот, вот будет он. Шоу имеется в виду, это все красочно, да? Нет, умеется представлять свою программу и доказывать свою состоятельность. Конечно, скажем, мы не совсем шоу. Шоу, это когда там еще сопровождается какими-то... Но это, тем не менее, вопрос понятий, да? Вот у нас же это отсутствует, доказать свою состоятельность. Так вот, я полагаю, что, безусловно, нормы, которые принимаются законодательным органом, должны быть реальны. Реальны, да? В настоящий момент я, на мой взгляд, а у меня достаточно большой партийный опыт работы в партии, я думаю, что не все, далеко не все партии имеют возможность проводить праймерис. А это дорого вообще? Это, безусловно, дорогое занятие, потому что нужно провести массу собраний, да, так называемых избирателей, членов партии, которые будут голосовать за тех кандидатов, которые потом будут претендовать на федеральный список. Это аренда помещений, это транспортные расходы, это, быть может, гостиницы где-то, потому что мало ли где будет вот это организовано, люди приезжают сразу. А, нет. Ведь для партии организовать созыв съезда достаточно затратный механизм. Три миллиона долларов будет первый день съезда в гостином дворе Единой России. Ну, гостиный двор, это, скажем, не для всех. Не для всех, безусловно, но даже и в... Для центристов в центре. Для центра, правильно, но я и говорю, три миллиона долларов уже посчитали. В учебном центре подмосковного, как там, совхозмосковский, да, там обычно проводят партии, в учебном центре свои съезды, и то нужно собрать делегатов со всей страны, должно быть съезд иметь представительство от региональных отделений не менее, чем из половины субъектов Российской Федерации и так далее, и так далее. Это все достаточно затратно. А прежде чем созвать съезд, надо еще... Ну, в общем, мы поняли. Одним словом, вот резюмируя нашу такую короткую беседу, в принципе, можно сказать, вспомнив сегодня реакцию Единой России, что, слава богу, у нас в стране полей больше, чем партий. Спасибо огромное. Член центра Сберкома Елена Дубровина была вместе с нами. Елена Дубровина была вместе с нами.